Я хотел в промелькнувшем году быть послушным Христу своему. Но когда этот год пролетел, я увидел, что только хотел. Я хотел больше братьев любить, своим ближним любовью служить. Погорчить же немало все, а любить их я только хотел. Я хотел всех больных посещать, утешать их, в борьбе помогать. Но так мало у них я сидел, а помогать им я только хотел. Я хотел еще ночью вставать, чтоб Иисуса Христа прославлять. Но свой сон я нарушить не смею, и молиться я только хотела. Я хотел быть примером для всех, чтобы не был во мне виден грех. Но теперь я скажу свое дело. Быть примером я только хотел. Всем хотел говорить о Христе, на работе, соседям, везде. Но я молча на них лишь смотрел. Говорить я им только хотел. Благодарным хотел быть всегда, за все милости Бога, Отца. Но роптал и душою черствел. Благодарным быть только хотел. Я хотел, я так много хотел, но так мало, так мало успел. Перед ним оправдаться не смел, что я в жизни так много хотел. Мой Спаситель меня оправдал, на кресте за меня он страдал. И как жалоб бы был мой удел, если б он это только хотел. Милосердный Отец, помоги, Новый год у меня впереди. Верным быть, чтоб не только хотел, но исполнить все это с умой. Да, все верно. Священное Писание говорит нам, что вера, если вы почитаете 11 углов послания к евреям, вера — это не просто желание, это желание воплощенное. Это дела. Вера — это дела. Итак, будьте внимательны, потому что мы с вами исследуем практическое благочестие. Вещи, которые, может быть, немногим нравятся, даже судя по тому, что люди стали меньше смотреть наши темы. Это уже говорит о том, что человечеству сегодня больше нравятся сенсационные какие-то вещи, признаки пришествия, что делает папа, что делает сегодня зверь, что делает Америка. Но прежде всего хочу обратить внимание на то, что это все не будет иметь никакой пользы в нашей жизни, если мы не будем иметь тесных отношений с Господом нашим, если у нас не будет практического благочестия. Поэтому будьте очень внимательны. Давайте вспомним, о чем мы говорили с вами в прошлой теме. В прошлой теме самых важных знаний мы рассмотрели в свете Слова Божьего, истину о той вере, которую нельзя навязывать другому человеку. Эта вера является личной для каждого верующего человека. То есть все верующие, они должны строить свои отношения с Богом на одном и том же фундаменте. Этим фундаментом является воплощенное Слово Божие, это жизнь Иисуса Христа. И на этом фундаменте, в рамках разрешенного Богом, можно построить духовные дома различной высоты и цвета, мы уже с вами говорили. То есть можно, как Христос в субботу так соблюдал в молитвенном доме, можно пойти людей посетить, можно на природе это сделать. Это как вариации просто. Как пишет апостол Павел, человек может жениться, а может и не жениться. То есть это выбор человека в рамках разрешенного Богом фундамента. То есть разный цвет будет у этого здания, разная высота будет у этого здания. Одно в 30 крат, одно в 60, одно в 100 принесет плоды, но ни в коем случае нельзя говорить, что один дом хуже другого. То есть мы не имеем права этого делать. И относительно питания также в рамках разрешенного Богом. Если человек что-то хочет сделать более того, из того, что Бог разрешил, то есть от чего-то дополнительно отказаться, допустим вопрос там мяса или вопрос кондитерки или еще чего-нибудь, то пожалуйста, вы можете это сделать, но рассматривайте это не как для всех незыблемое правило, рассматривайте это как назарейство, как свой личный обед перед Богом. Вот хотите, пожалуйста, делайте назарей, воздерживаясь от виноградного сока, из всего, что сделано из винограда. И не ел. Но он никому не навязывал это мнение. Это был его личный обед с Господом. Поэтому ни в коем случае этот обед не делайте обязательным правилом для других верующих, а тем более не говорите, что это незыблемое условие спасения. Потому что это неправильно. Итак, сегодня мы с вами отправимся в прошлое, во времена Христа, для того, чтобы нам стать свидетелями того разговора Иисуса Христа с одним из иудеев. И этот разговор нам интересен тем, что в нем был прямо дан ответ на вопрос, что должен сделать человек, чтобы наследовать жизнь вечную. Прямо был дан ответ. И потом вот с этим услышанным от Христа ответом мы вернемся в наше время и попробуем извлечь духовные выводы, потому что очень важно за буквой видеть дух. Почему это было сказано этому человеку? Что под этим подразумевал Христос, когда говорил, что если хочешь иметь жизнь вечную, сделай то-то и то-то. И как это можно соотнести к нам сегодня? Что бы нам сегодня сказал бы Христос на вопрос, хотим ли мы иметь жизнь вечную? То есть мы хотим, а что он нам сказал, что нам нужно для этого сделать? И вот некто подойдя сказал ему, учитель благи, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную? А он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, да все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди и продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Матфея 19, глава 16 по 22 стих. Итак, будьте внимательны. Богатый юноша задает Сыну Божьему, Спасителю Человечества, очень важный и животрепещущий вопрос. Что мне сделать доброго для того, чтобы наследовать жизнь вечную? Согласитесь, что это очень важный вопрос, потому что он связан с жизнью вечной, которую каждый верующий желает обрести, так или не так. Вот вы хотите обрести жизнь вечную? Животрепещущий вопрос. Что сделать доброго, чтобы эту жизнь я мог наследовать? Скажите, а вы не хотели бы подобный вопрос задать Иисусу сами? Вот лично задайте вопрос. Господи, а что мне надо лично сделать для того, чтобы наследовать жизнь вечную? И я вам скажу, что вы можете задать этот вопрос. И сегодня вот благодаря этой теме вы увидите дух, сокрытый за словами Христа, и поймете, с чем вам ответит Иисус Христос, что Он вам скажет. Давайте пока рассмотрим этот пример с богатым юношей. Вот, допустим, вы задали вопрос, что мне делать, и Господь вам так же говорит, как этому юноше, допустим. Пойди, продай имение, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Вот я не знаю, как вы, но если бы я лично услышал этот ответ Христа, вот я за себя говорю, я бы очень обрадовался. Я объясню, почему я обрадовался. Потому что Его требование настолько упростило бы для меня получение жизни вечной, я вам серьезно говорю, упростило бы задачу. Потому что сегодня каждый из нас, ну я за себя говорю, я двигаюсь верой на ощупь в этом вопросе. То есть, иными словами, я чего-то достигаю, бывает ошибаюсь, падаю, согрешаю, опять верой поднимаюсь, пытаюсь идти за желанной вечности по этой духовной дороге борьбы за совершенство своего характера. Это очень нелегкая борьба, это нелегкий путь. И каждый раз кажется, что что-то ты еще не сделал из того, что нужно сделать. В данном же случае, что мы видим? С ответами Иисуса Христа все значительно проще. Потому что в Его ответе вы получаете гарантию. Понимаете? Вы получаете гарантию. То есть, Он говорит, гарантия обретения жизни вечной у тебя такая. Сделай вот это дело, раздай свое имущество, и 100% ты получишь, ну раздай нищим, и ты становишься спасенным человеком. Представляете, как сразу многое из того, что сегодня мы делаем, находимся в поисках, вот это обретение жизни вечной, сразу уходит. Достаточно только что сделать? Взять имущество свое, продать, раздать его нищим, и жизнь вечная у тебя в кармане. А за это время, или все это время до пришествия, ну можно и у друзей, у родственников перебиться. Пока поспать, переночевать как-нибудь, да? Ну, пожить, попроситься. Ну раз вы имущество свое раздали, и все. Это очень выгодный вариант, очень выгодный обмен для любого человека, верующего. Это очень выгодный обмен. Но давайте подумаем сейчас вот логически, давайте немножко займемся математикой. Ну сколько сегодня стоит ваше имущество? Сколько оно стоит? Ну оцените его. Ну тысячи, ну 10 тысяч, 100 тысяч, там я не знаю, пусть кто там совсем уже богат, ну миллион, ну два миллиона. Скажите, поставьте на чашечку весов 2 миллиона рублей, допустим, и поставьте на другую чашечку вечную жизнь. Это что, очень дорого? Вы понимаете? Сегодня люди тратят миллиарды долларов, может быть даже и триллионы, чтобы заняться исследованием в вопросах обретения бессмертия. Вот они исследуют этот вопрос, чтобы хоть как-то продолжить жизнь человека, чтобы он дольше жил. А тут вам за какие-то несчастные 2 миллиона предлагают жизнь вечную. Это очень просто. Это не так уж и много. Поэтому сегодня, уже не говоря о том, что было даже раньше, вот я сейчас приведу вам пример. Помните Симеон Столбник, да? Человек, который запер себя добровольно на столб. Он тоже хотел чего-то обрести, жизнь вечную. И он что делает? Он себя, ну люди запирают в монастыри, на столбы, истязает свое тело, лишают себя всех каких-то благ, благословений, может быть и пищи какой-то, для того, чтобы обрести жизнь вечную. Так смотрите, мало того, что у них имущества никакого нет, они все пораздавали, так еще и истязают себя для того, чтобы обрести жизнь вечную. Поэтому если вам Христос скажет, просто отдай свое имущество, ничего не истязай себе, это очень дешевый обмен. Это довольно-таки недорого достанется вам Царство Божие. Абсолютно. Жизнь вечная, небольшая оплата. Итак, вы продали свое имущество, все раздали нищим, стали, допустим, членом какой-то христианской церкви, но он же сказал, следуй за мной, вы следуете за Христом, и теперь вы не просто верующий христианин, ожидающий возвращения Христа, а вы христианин с гарантированным пропуском Царства Божия. Ну, Христос же обмануть не может, он же вам сказал, продай, раздай, и у тебя, значит, гарантированный пропуск. Вы же ему верите, он же не обманывает. Вот, вам теперь не нужно больше вера, вам не нужно бороться в духовной войне со своими грехами, вы обладатель счастливого билета в Царство Божие, вы получили туда гарантированный вход. Вы обменяли свое имущество на вечность. Ну, так же написано, продай, раздай, и все, и будешь иметь. Вы обменяли имущество на вечность. Какой же должен быть блаженный мир наполнять ваше сердце от осознания того, что вечность у вас отныне в кармане, и вам не надо за нее биться. Но через очень короткое время вы обнаружите, что несмотря на вашу великую жертву, всего вашего имущества, ваше сердце очень далеко от святости, и те грехи, которые, увы, вас не оставили с продажей вашего имущества, они начнут вашу жизнь делать невыносимой. И даже более того, начнут сеять сомнения по поводу того, спасены ли вы или нет. Хотя, казалось бы, вы раздали свое имущество. И я вам скажу, что вы заметите, что ожидание вечности не принесет вам радость. Даже несмотря на то, что вам были даны гарантии. Раздай имущество, и ты получишь вечность. Вас замучают ваши неосвященные мысли, в том числе и жалость к проданному имуществу. И наглядным примером является для нас израильский народ. Бог гарантировал им хождение в землю обетованную? А что они всей дорогой делали все время? Шли. И то не так, и этак не так. Это нагляднейший пример. Когда у тебя гарантированное спасение, я введу вас в землю, где течет молоко и мед, а тебя что-то внутри начинает не удовлетворять. И уже видите, что они сами себе препятствовали, что сделать? Войти в жизнь вечную. Хотя гарантия им была дана. То есть, что мы видим с вами? Мы видим, что мы начнем роптать, мы начнем думать, а почему, допустим, я отдал все имущество и хочу жизнь вечную обрести, а вот тот не отдал все имущество. И ему тоже как бы хочется обрести жизнь вечную. Насколько справедливо это все. Но точно как Израиль вот шел, вот все его не устраивало. И это не так, и мана не та все время в глазах. И далеко идти, да лучше назад в Египет. Это человеческое, греховное, которое ни в коем случае не исчезает с обещанием Бога ввести нас в землю обетованную. Не исчезает. То есть, иными словами, нам дают гарантию. Продай имущество, раздай нищим, но с этим обещанием мы святыми не становимся. Даже если его принимаем верой. Итак, что же у нас получается? Нас начинают неосвященные мысли мучить, и мы начинаем понимать, что продажа имущества и обретение как бы гарантии нашего спасения не принесло нам желанный мир с Богом. Не принесло нам счастья. И вы поймете, самое главное, что обрести жизнь вечную за какой-то разовый акт, за какое-то сделанное дело, пусть даже оно доброе, и очень даже хорошее, просто невозможно. Вы понимаете, о чем я говорю? Что обрести жизнь вечную за разовый акт какой-то, за какое-то дело, даже очень хорошее, просто невозможно. Потому что обретение жизни вечной это результат не разового деяния, а результат постоянной твоей жизни, твоих устремлений. Вот, к обретению святости Божией и отношений, когда ты строишь с Господом. Вот почему в Священном Писании о жизни вечной сказано, что это устремление всей твоей жизни, который воздаст каждому по делам его, тем, который постоянством, братья и сестры, постоянством, неразовым актом. Написано, постоянство означает терпение, выдержка, стойкость, перенесение трудностей, выносливость. Вот что такое постоянство, которое от нас требуется. В добром деле, в постоянных добрых делах, а не в одном каком-то добром деле, ищут славы, чести, а честь это цена, стоимость, бессмертие, жизнь вечную. Римлянам 2 глава, 6-7 стих. Вот как обретается, оказывается, жизнь вечная, постоянством в стремлениях. Очень многим верующим хотелось бы свести обретение жизни вечной к какому-то деянию. И особенно хорошо бы, чтобы это деяние было покаяние перед смертью, как у разбойника на кресте. Как бы хорошо вот к этому свести обретение жизни вечной. Вот живешь, 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 и тут уже чувствуешь уже все, жизнь на исходе. Покаялся, как разбойник на кресте, и за это наследовал жизнь вечную. Вот многим хотелось бы к этому свести сегодня обретение жизни вечной. И заметьте, что, Почему людям так бы хотелось? Потому что это намного легче, нежели всю жизнь биться за святость, биться с грехами своими, биться в том, чтобы были у тебя хорошие отношения с Господом. Ведь по большому счету мы сегодня в нашем стремлении к обретению вечной жизни не имеем особой конкретики. Вот даже прошлая тема, она говорит о том, что каждый на этом фундаменте на Христе может строить разные дома. Мы не имеем этой конкретики, что требуется от каждого человека. В некоторой степени мы понимаем, что нам нужно верить. Но вопрос, насколько я правильно верю? Это же вопрос тоже встает постоянно перед верующим человеком. Да, нужно бороться с грехами, но насколько моя борьба эффективна в глазах Бога? Еще один вопрос встает у человека верующего. Да, мы говорим, что мы должны стремиться, но насколько мое стремление действительно стремление? Или может быть я чего-то еще не делаю, что я должен делать? И так постоянно, по любому вопросу, человек мучается от осознания того, насколько он сегодня действительно стремится к обретению жизни вечной. Давайте-ка вернемся вновь к разговору Христа с богатым юношей, с тем, чтобы пристально взглянуть на сказанные Христом слова. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Он говорит ему, какие? Иисус сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Матфея 19, глава 17 по 19 стих. У вас не создается такое впечатление, что Христос толкает юношу на путь законничества и на путь спасения по делам? Он говорит, иди, соблюдай заповеди, и тогда обретешь жизнь вечную. Ничего подобного в этом разговоре нет. Это Христос начинает разговаривать с нами на каком уровне? На котором мы находимся. А потом, начиная с этого уровня, что делает? Ведет нас к совершенству. Ведет нас к совершенству. Юноша думал, что он может чего-нибудь сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. И вот ответ Христа юноши звучит как бы следующим образом. Ты хочешь что-то сделать, и вот за эти сделанные тобой дела спастись для вечности. Ну хорошо? Ты хочешь? Ладно. Иди, делай, соблюдай все заповеди закона, и будешь спасенным. Потому что закон – это мирило Божьей святости, праведности, откровения его характера. Пожалуйста, соблюдай его, и будешь жить для вечности, потому что там все его соблюдают, этот закон. Закон любви. Богатому юноше очень, видно, понравился ответ Христа. Потому что если сказать израильтянину, впитавшему с молоком матери истину о том, что спасение приходит через соблюдение закона Божьего, это как илей на душу. Сейчас я вам приведу несколько примеров людей, представителей разных конфессий. Не то, чтобы кого-то обидеть, но просто скажу, что этот илей сегодня на душу, есть у каждого верующего человека свои представления о спасении. Ну вот, допустим, этот же илей будет излит на душу верующего человека из общества сторожевой башни, если сказать ему, что он спасется, если будет произносить имя Божье. И знать его будет. Это будет как илей на душу. Этот же илей будет на душу, если сказать пятидесятнику и харизмату о том, что он спасется, если будет промотать на непонятных языках. Это будет тоже илей на душу для этого человека. Как вы думаете, а есть же илей на душу для адвентиста седьмого дня? Для адвентиста седьмого дня и леем на душу будут слова «соблюдай субботу и будешь спасен», получишь печать Бога живого. Точно так же, как и богатый юноша это думал. И леем на душу верующего человека становится то, к чему он привык и чему он научен. То есть, что он надеется обменять на жизнь вечную. Вы не ослышались. Я действительно сегодня говорю вам о том, что верующие устанавливают отношения с Богом по принципу «я что-то делаю, и вот из того, что я делаю, я это обменяю потом у Господа на вечную жизнь». Я соблюдаю субботу, я ее поменяю на спасение. Я бормочу на языках, я обменяю это на спасение. Я знаю имя Божие, я поменяю это у Господа на спасение. И вот так думал богатый юноша. Я соблюдаю закон от юности моей, с молоком матери я это впитал. Значит, теперь я уже как бы должен это все обменять на жизнь вечную. Но заметьте, что хотя богатый юноша и знал о важности соблюдения закона Божьего, и хотя он и верил чуть ли не самого рождения, что он в точности его соблюдает, но все же почему-то стопроцентной уверенности он не имел в том, что он эту жизнь вечную получит. Вы замечаете? Все равно не имел этой стопроцентной уверенности в своем спасении. Если бы это было бы не так, он бы к Христу не пришел с вопросом. А что помимо закона мне еще нужно сделать, чтобы иметь твердую уверенность в своем спасении? Я убежден на все стопроцентно, что любой член общества сторожевой башни, который еще не настолько зомбирован, чтобы потерять способность самостоятельно думать, читая Слово Божье, не раз ловил себя на мысли, а спасет ли меня то, что я делаю? Само знание имени Божьего может ли спасти меня для вечности? Я более того скажу, что в среде думающих харизматов, пятидесятников тоже часто раздаются вопросы, а действительно бормоча на иных языках нечто, я делаю то, за что я буду спасен или нет? Я знаю, о чем я говорю, потому что я разговаривал с представителями этих конфессий. Думающие люди говорят, ну нет у меня уверенности от того, что я спасусь только потому, что я бормочу вот эту непонятную речь. И также можно сказать сегодня, что большое количество думающих адвентистов также понимает бессмысленность утверждения относительно того, что они будут спасены именно за то, что они соблюдают субботу. Вот думающий человек никогда так не скажет, что я буду спасен за то, что я соблюдаю субботу. Я меняю вечную жизнь на свое соблюдение субботы. Это безумие. Все, кто отказывается сегодня быть просто управляемым стадом, то есть это думающие люди, они понимают, что в вопросе спасения не все так просто, как пытаются представить это та или иная организация, членами которой они являются. Организация нарисовала путь спасения и говорит, вот если будешь это делать, значит наследуешь жизнь вечную. И потому вот эти люди, боясь быть обманутыми в вопросе спасения, в личных молитвах что делают? Вопрошают Бога. И говорят, Господи, ну хорошо нам так говорят, но я вот чувствую, что чего-то еще мне не хватает для обретения жизни вечной. Но не верю я, что именно я могу обменять соблюдение субботы на жизнь вечную. Как-то это не вяжется со всем Писанием. И вот если вы прошли первый этап, на котором верующий человек удовлетворен своей жизнью, своими делами, своим соблюдением закона, который он хочет обменять на вечную жизнь, если вы этот первый этап прошли, если вы теперь в своих личных молитвах искренне вопрошаете Бога, а что вам еще не достает для того, чтобы наследовать жизнь вечную, это уже хорошо. Это уже хорошо. Вы немножечко прозрели. Вы поняли, о чем я сказал? Первый этап, когда человек что-то делает в своей организации и думает, что за вот эти сделанные дела, он обменяет их потом на жизнь вечную, он этим удовлетворен, это слепой человек. Тот, который начинает говорить, а что мне еще не хватает для того, чтобы наследовать жизнь вечную, это уже чуть-чуть прозревший человек. Он идет дальше, он начинает что-то соображать. И заметьте, что хотя Христос любит всех, но вот Писание заостряет внимание на том, что юноша, который прозрел, Иисус особым образом на него посмотрел, и, как сказано, Иисус взглянул на него, полюбил его. Полюбил его. То есть, иными словами, Господь всех любит, Он умер за всех людей. Но те люди, которые думают и хотят пойти дальше, нежели просто вот эта ширма религии, хотят иметь тесное отношение с Богом, и действительно задаются вопросом, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, Христос особой любовью любит этого человека. И самое прекрасное откровение Божие состоит в том, что вот этим людям, которые задают вот этот вопрос, что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, что вот этим людям Бог дает ответ. Бог дает ответ. Если вы его зададите, вы обязательно получите ответ на этот вопрос. И вот с этого момента начинается христианский парадокс. Вот он, христианский парадокс. Туда или туда, как правильно и непонятно, куда и кто куда поедет. Почему начинается христианский парадокс? Потому что смотрите, что у нас происходит с богатым юношей. Богатый юноша чуть-чуть прозрел. Он понял, что не обменять вечную жизнь на соблюдение своих заповедей. Он говорит, что мне еще не хватает для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Христос ему подсказывает, что ему не достает, чтобы наследовать жизнь вечную. И юноша берет, разворачивается и уходит. Нет, это парадокс. Непонятно, зачем же ты спрашивал тогда это все? Посмотрите на себя в свете этой истории. Мы же сказали, что будем себя видеть в этой истории. Вы думающий христианин, вы ищете Бога в молитве, вы хотите знать Его волю о себе. Вы озвучили в молитвах Господу свой вопрос. Что мне Господи не достает для того, чтобы наследовать жизнь вечную? Сын Божий вам отвечает. Вы слышите ответ через Священное Писание, через молитву. Но, видимо, ожидав услышать что-то другое, отворачиваетесь и идете и живете дальше своей жизнью, которой вы и жили до своего вопроса, который вы задали Господу. Удивительно. Ведь только Христос, проживший свою жизнь в правильных отношениях с Богом, Он знает, какие это правильные отношения с Богом. Только Он знает, какие отношения с Богом можно назвать правильными. Поэтому Он лучше знает, что мешает нам обрести правильные отношения с Богом. И если Он чего-то говорит, нам надо удалить из нашей жизни, то это только потому, что вот это что-то мешает этим отношениям с Богом, каждому верующему человеку. То есть, в принципе, сегодня смотрите, как стоит вопрос. А готовы ли сегодня слушать Бога те, которые вопрошают Его? О, Господи, что мне еще не достает сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? А готовы ли они Его слышать? Или они готовы только Ему этот вопрос? Что сделать? Задать. А дальше что? А дальше что после этого вопроса? Вот в чем основной сегодня стоит вопрос. У богатого юноша самой большой проблемой было то, что он любил свое богатство больше, чем Бога, который подарил ему это богатство. То есть, иными словами, он подарок любил больше того, кто подарил ему этот подарок. Чем дарителя. Богатство было его кем? Идолом. Богатство было для него идолом, которому он поклонялся и служил, кому он отдавал весь свой разум и все свои силы. И когда ему сказали, что ради вечности, в которую ты хочешь войти, чтобы быть с Богом, тебе необходимо расстаться с твоим любимым идолом, то богатый юноша с печалью отошел от сына Божьего. Он расстроился от того, что именно вот этот выбор был поставлен перед ним. Он был готов на что угодно. Он был что-то готов сделать для Бога. Он даже готов был пожертвовать частью своих средств для бедных ради обретения жизни вечной. Но зачем же жертвовать всем ради Бога? Почему именно так стоит вопрос? И он навсегда отошел от Христа. И вот этот случай, он порождает множество других актуальных вопросов, на которые нам нужно дать ответы. Кто-то скажет, ну раз он отошел и не сделал то, что ему было сказано сыном Божьим, значит он не хотел вечной жизни. И кто-то скажет, отошел, значит не хотел. Друзья мои, неправда. Ну как же не хотел? Ну какой верующий не хочет вечной жизни? Ну как же это не хотел? Однозначно он хотел. Зачем же тогда верить, если смерть станет уделом, что верующего и неверующего? Если тебе все равно, наследуешь ты жизнь вечную или нет, зачем тогда религия твоя, вообще твоя вера? Ведь в основу что положено религии? Обретение жизни вечной для того, чтобы всегда быть с Богом и Его Сыном. А если тебе это не важно, то зачем тогда это тебе все нужно? То есть он верил, он хотел обрести жизнь вечную, подобно многим нынешним верующим. Но более уместным сегодня будет вопрос, а поверил ли он ответу Христа? Не то, чтобы он не хотел, а поверил ли он ответу Христа, который дал, ну Христос дал юноше поставленный вопрос. То есть он ему ответил, нет, он не поверил Христу. Потому что если бы он поверил бы Христу, что ему нужно для жизни вечной вот это сделать, а он хотел бы эту жизнь вечную обрести, то он бы обязательно что сделал? Выполнил. А то, что он не выполнил, а жизнь вечную хочет обрести, это говорит о том, что он просто Христу не поверил. Он ему не поверил. Совет Христа данной богатому юноше не был произвольным таким решением. То есть по принципу, а давай-ка я тебе скажу, продай-ка все свое имение. А другому что-нибудь другое скажу, а третьему еще чего-нибудь придумаю. То есть вот такое произвольное, знаете, решение, как в рулетку там, крутанул, что куда выпадет, туда и выпадет. Нет, ответ Христа не был произвольным решением. Христос не дал совет юноше все продать и деньги раздать нищим для того, чтобы убить в юноше всякую веру и всякое желание спастись для Царства Божия. Не для этого был дан Христом этот ответ. Христос, будьте очень внимательны, Христос указал этому юноше тот единственный узкий путь. Единственный узкий путь, идя которым юноша мог что сделать? Наследовать жизнь вечную. Для этого юноши другого пути не существовало. Потому что если бы он все остальные пути бы сказал ему, можешь идти другим путем и богатство свое оставить, для него бы все остальные пути были бы широкими и гибельными. Почему? Потому что он шел бы с этими путями, по этим путям с чем? Со своим идолом, со своим богатством, служа ему и не избавившись от этого лелеемого идола, ставя свое идолослужение выше служения Богу. При таком подходе зависимость от дьявола, поймавшего юношу в своей сети, даже о вечной жизни можно и не мечтать. Сегодня многие христиане приглашают людей пойти в вечность, пойти в Божье Царство. И при этом они намеренно уводят разум людей в плоскость веры без дел. Ты только в вере спасешься. Понимаете, куда уводят разум людей? Верь и ты спасешься. И этого будет достаточно. И потому сегодня мы пожинаем в христианстве, или такое христианство видим, только с видом благочестия. А силы же его нету. То есть христиане откровенно поклоняются богатству, откровенно стремятся к роскоши, к власти, но при этом продолжают верить в свое спасение, в жизнь вечную. Потому что их увели не в ту плоскость рассуждений. Совершенно. Христос этого не делает. И не говоря уже тому, кого христиане сегодня приглашают последовать вечность, они вообще сегодня не говорят, что на пути в это царство вам придется сделать выбор, кому вы служите. Вам надо избрать, кому вы служите, потому что двум господам служить невозможно. И вот из-за того, что сегодня людям этого не говорят, люди идут заведомо не в царство Божие, но при этом обмануто верят, что они идут в царство Божие. Вы знаете такие служения? Служения прославления, как они еще, Рома, называются? Вот эти вот богатства. Нет, служения богатства, процветания, когда говорят о том, что верующие должны быть сказочно богаты. Служения процветания. Это говорят, что учат этому Христос, который ничего на земле своего не имел, даже где голову прикладить. Видите, какой парадокс? И люди верят в это, и они живут этим. Обратите внимание на то, что Христос, Сын Божий, Он не приукрашал путь в Царство Божие, и Он не укрывал истину, какая она есть, от тех, кто хочет последовать в это царство. Посмотрите, как Он говорит. «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, при том самой своей жизни, тот не может быть Моим учеником, и кто не несет креста своего и не идет за Мной, не может быть Моим учеником». Луки 14, глава 26, 27. Что для Христа было самым дорогим? Количество людей, которые последуют за Ним, или истина? Истина. И вот истина для Христа была самым дорогим. Ради нее Он готов был остаться вообще один. Вообще один. И вы помните, когда случился кризис веры, 70 учеников развернулись и оставили Христа. Он что сказал, 12? С того времени многие из учеников его отошли от Него и уже не ходили с Ним, тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти? Видите, Он не преследовал цель огромного количества. Ему нужно было качество. Истина была для Него самым главным. Иоанна 6, глава 66, 67. Заметьте, что Христос в первой же встрече с богатым юношей воздействует на самую болевую Его точку. Это самая болевая точка. На Его богатство, который юноша любил и которым служил. Христос прямым текстом сказал, оставь своего идола. Только в этом случае ты можешь наследовать жизнь вечную. Вот представьте себе такую картину. К нам на служение приходит миллионер. Он радуется то, что он миллионер, что у него много денег. А мы ему сразу говорим, если хочешь спастись, избавься от своих богатств, которые тебе помешают это сделать. Вот можете себе представить такую евангелизацию? Похоже, что Христос совсем не знаком с современными методами евангелизации. Ведь современные богословы, современные методы благовеста не учат, что с человеком нужно как с луковицей. Поэтапно. Что делать? Снимать, снимать общие интересы, а потом пока уже не дойдешь до духовных интересов. Но похоже, что Христос устаревший евангелист. Он не современный евангелист. Он говорит, давайте начнем прямо с середины и не будем снимать никакой шелухи. Тебе нужно вот эту проблему решить. Если ты ее решишь, ты спасешься. Вот так вот раздевая постепенно слой за слоем человека, мы порой даже не успеваем дойти до этого с самой середины, пока он уже уйдет из церкви и так и не поймет, что ему нужно было сделать. Заметьте, что Христос говорит, тебе нужно избавиться от твоего идола. Он говорит, давай с этого мы начнем. Кто-то скажет, ну вот юноша отошел. Да, юноша отошел. А скажите, а за кей отошел? А Матфей? То есть, иными словами, это зависит не от того, что неправильная евангелизация, а от кого зависит? От самого человека. Если тебе действительно хочется наследовать жизнь вечную, Захей пошел и раздал все. Вот Матфей устроил пир, все оставил и пошел за ним. Тоже богатые люди. Они правильно поняли Христа, что если мы это не оставим, то это помешает нам войти в вечность. Юноша подумал, что Христос, наверное, пошутил. Можно найти какой-то другой способ, чтобы наследовать жизнь вечную. Христос очень хорошо знает людей. Он знает нас даже лучше, чем мы сами себя. Поэтому он говорит нам правду относительно того, что нам нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Если у человека богатство является идолом, то что скажет Христос такому человеку? Тебе нужно с этим идолом что сделать? Расстаться. Тебе нужно с ним расстаться. Пока ты будешь с ним связан, у тебя постоянно будет препятствие на пути в Царство Божие. И ничего тебе не поможет. Ни вера в этот момент, ни моя голговская жертва, ничего, потому что идол станет непроходимым камнем для тебя в Царство Божие. Итак, что же у нас получается? У нас получается все очень просто, что это оставление богатства, это не плата за вечную жизнь. А оставление в данном случае богатства, это расставание с тем, что мешает тебе обрести уже подаренную вечную жизнь во Христе. Вот как надо смотреть. Мы не меняем вечную жизнь на что-то. Мы просто избавляемся от того, что мешает нам эту жизнь вечно удержать в своих руках. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Для кого проблема в языке, в сплетнях, это его идол? Ну тому что говорит Господь? Обуздай свой язык. Если ты этого не сделаешь, то тогда ты не сможешь наследовать жизнь вечную. Это тебя и погубит. Вот это твой идол. У каждого не до конца обращенного человека есть нечто, то, что ему очень дорого. Это его идол. И этот идол для него даже дороже самого Бога. Этот идол живет рядом с верующим. Он не мешает ему, пока человек, встревоженный Духом Божиим, не начнет обеспокоиться таким вопросом. А что же все-таки мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что-то я чувствую не то в моих отношениях с Богом. И вот, встревоженный Духом Божиим, человек начинает задавать себе этот вопрос. И если человек будет настойчив в молитве, чуток голосу Божьему, то обязательно он услышит из Слова Божия совет, как ему и с какими идолами ему нужно расстаться. Обязательно это произойдет. И вот, получив ответ от Бога, этот ответ, естественно, может вам не понравиться. Он не понравился юноше, потому что идолы нам дороги. И вот юноша, вспоминайте его, что он сделает? Он услышал, что потребовалось от него, развернулся и ушел. С печалью навсегда. С печалью ушел навсегда, что у него захотели отобрать его идола. То есть мы видим, что юноша не выдержал прямое свидетельство Иисуса Христа. Прямое свидетельство. Оставь идола, и следуй за мной, тогда будешь иметь жизнь вечную. Это было прямое свидетельство, не приукрашенное ничем. Как вы думаете, к концу времени будет больше или меньше прямых свидетельств? Однозначно. И каждому человеку нужно будет постоянно что делать? Выбор. Выбор. Что тебе дороже? Кто тебе дороже? Вечная жизнь? Господь? Отец и Сын? Или же тебе дорог твой идол? Или то, чему ты поклоняешься, чему ты служишь? Посмотрите внимательно, как Писание говорит нам о том, что нам нужно, чтобы наследовать жизнь вечную, и нам нужно оставить своих идолов. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Луки 17, глава 31-33. Я думаю, что нагляднее примера гибели верующего человека из-за своего идола, чем жена Лота, просто и не найдешь. Просто и не найдешь. Никакая милость Божья, проявленная к ней, не смогла спасти вот этого человека. Не смогла спасти этого человека. Бог хотел ее спасти, приложил усилия в этом. Да ее за руки уже вывели оттуда, чтобы только спасти. Но почему она погибла? Она погибла из-за своего идола. Она погибла из-за своего идола. И посмотрите, что происходит у нас. Богатство, вот это место, где она жила, было ее идолом. И что не безинтересно, идол жены Лота, погибая в огне, все равно проявил свою власть над своей жертвой. Даже погибая в огне, он проявил свою власть над ней. То есть, идолы верующих людей опасны до последней секунды своего существования. Знаете почему? Потому что, хотя идолы могут погибнуть, они где остаются? Они остаются в разуме человека. И это погубило ее. Уже все разрушено, уже горит Содом и Гамора, там ничего нету. Но разум ее прилип к этому, и он поворачивается, и она погибает. Для того, чтобы нам понять, насколько опасны идолы, которые живут в разуме свободных существ, и к чему это идолопоклонство приводит, посмотрите на эти следующие примеры Священного Писания, и вы увидите, как идолы губили и ангелов, и людей. И вы сейчас увидите, что становится идолом для ангелов или для людей. Люцифер. Как вы думаете, какому идолу стал поклоняться и служить вместо живому Богу Люцифер? Своему собственному я, своей гордыне, как только место живого Бога в сердце Люцифера занял вот этот идол, так духовная жизнь его покатилась под откос. От красоты твоей, возгордело сердце твое, от тщеславия твоего, ты погубил мудрость свою. Иезекииле 28,17. А говорил в сердце своем, зайду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Исайя 14,13-14. Скажите, а много ли сегодня людей поклоняется такому идолу, как их собственное я, как их красота, ум и амбиции? Подумайте внимательно. Это было идолом для Люцифера. Красота, амбиции, я хочу что-то, и мой ум. Вот. Много ли людей сегодня поклоняются этому идолу? Люди им служат сегодня, их рекламируют, их разодевают, вот этих идолов своих, разодевают, не замечая того, о чем говорит Господь в своем слове. Ведь Господь говорит, дети, убегайте идолослужения, оставляйте идолослужения, потому что Израиль, из-за чего не вошел в землю обетованную, почему упали? Потому что были идолослужителями, идолопоклонниками. Поклонение идолу красоты погубило верующих в водах потопа. И это же произойдет и в день пришествия Христа. Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы. Что вы видите? Что повлияло на сынов Божьих? Красота этих женщин. И они этому идолу что стали делать? Поклоняться вопреки заповедям Божьим, который сказал, нельзя смешиваться святому семени с несвятому. И вот и у нас получается, брали себе в жены, кто какой избрал. Бытие 6.2. Но так как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Матфея 2.4.37. При выборе, допустим, спутницы жизни, многие руководствуются недушевной красотой девушки. А чем прежде всего? Внешней красотой. А что ценно перед Богом, говорит Священное Писание? Сердце. И хотя много раз из-за этого идола потом обжигались и плакали, и семьи разрушались, только лишь потому, что вместо того, чтобы искать душевную красоту, искали идола физической красоты. А что потом уже делать? Вот, Священное Писание говорит нам, что христианка должна развивать прежде себя какую красоту? Душевную, внутреннюю. Это свойственно, но это ценно перед Богом. А что на самом деле сегодня происходит? Пройдитесь по христианским церквам и посмотрите, что сегодня делают из себя христианки. Они пытаются развивать какую красоту? физическую, физическую, внешнюю, броскую. Большое внимание люди уделяют своему «я». Оно становится для них идолом, которому они начинают беззаветно служить. И этот идол не даст верующему войти в Божье Царство, потому что он станет для верующего человека дороже, нежели Господь. Идол – это то, что отвлекает тебя от служения Богу. Это то, чьи повеления ты начинаешь выполнять и чьи команды начинаешь выполнять. И всегда будет конфликт. У юноши был конфликт. Отдай, пойди за мной. Ну как же я отдам, если я это люблю? Это же мое, оно мне нравится, поэтому я лучше за тобой не пойду, а с этим останусь. Вы понимаете, вот в чем суть-то всего этого выбора. Что стало идолом для падших ангелов? Помимо своего «я», для них идолом стал падший Люцифер. И они пошли за ним, за этим своим идолом, идолом оставив служение Богу живому и истинному. «Большой красный дракон, хвост его влёк, с неба третью часть звёзд». Откровение, 12 глава, 3-4 стих. А теперь я воспользуюсь словами Вестницы Божией, чтобы вы увидели, как это произошло. Вот как для них идолом стал Люцифер, и в результате они отказались от Бога живого и истинного. Предпочтение, выраженное Христу, он, сатана, назвал несправедливостью, как по отношению к нему, так и по отношению ко всем обитателям неба. И заявил, что не намерен больше сносить попрания их и своих прав, утверждая, что никогда не признает верховную власть Христа. Он с решительностью заявил, что эта слава должна принадлежать ему, и призвал всех желающих объединиться под его началом. тем, кто присоединился к нему, он пообещал новое и лучшее правление, при котором всякий будет наслаждаться свободой. А теперь будьте внимательны. Великое множество ангелов выразило намерение последовать за ним. Последовать за ним. Вот он, живой Бог, а вот он, Люцифер. И кому они стали поклоняться? За кем они последовали? Что стало для них идолом? Видите, они последовали за ним. Это патриархи и пророки глава «Почему был допущен грех?» То есть их руководитель из их среды стал их идолом. Они поставили свою зависимость от него выше своей зависимости от Бога его Сына. А теперь давайте в нашу жизнь окунемся, потому что нужно извлекать духовные уроки. Скажите, а сколько людей погибнет по той причине, что последовали за своими пастырями вместо того, чтобы следовать за Богом и Его Словом? Что их погубит? Их погубит идолопоклонство. Посмотрите на эти тексты. Это великая борьба, наша единственная защита, глава. «Несмотря на то, что Библия изобилует предостережениями против лжеучителей, многие с готовностью уверяют свои души духовенству. Тысячи современных христиан не могут привести иных доводов в защиту исповедуемых ими пунктов вероучения, кроме того, что так их наставляли руководители церкви». Вот аргумент. Так говорит руководитель церкви, не Господь. «Они почти не обращают внимания на слова Спасителя и безраздельно доверяют словам служителей». Но разве эти служители непогрешимы? Чтобы сойти с протаренного пути, требуется нравственное мужество. Вы видите идол, куда уводят людей? Нужно мужество, чтобы поставить идола и куда повернуться? Повернуться лицом к Богу. Нужно нравственное мужество, а его отсутствие вынуждает многих следовать за учеными мужами, не желая самостоятельно изучать Писание. Они оказываются надежно скованными цепями заблуждения. Ослепленные души все же не осмеливаются иметь собственное мнение, и интересы вечности приносятся в жертву неверию, гордыни, предрассудкам служителей. Так погибнут эти люди или спасутся? Погибнут. За идолом пошли, вы понимаете? А не за Богом живым. Скажите, а что стало идолом для Евы? Ее собственное я, ее собственное мнение выразившись в желании тех познаний, которые ей не принадлежали. Она захотела войти в те сферы бытия, которые ей не принадлежали. Скажите, а сколько сегодня христиан поклоняются своему идолу неудовлетворенности своим положением? С финансом, допустим, или просто положением в обществе? В жертву этому идолу приносится честь, здоровье, верность закону Божьему. Как же трудно будет таковым все оставить и бежать, когда нужно будет покидать наше жилище? Где бы мы ни находились, от города до деревни? А что стало идолом для Адама? Ева. Ева стала для него идолом. Друзья мои, а скажите, пожалуйста, а сколько сегодня людей не избирают служение Богу живому и истинному ради мужей, жены, детей своих? Ведь оказывается идол это вокруг нас и их много, они внутри нас сегодня и люди при этом служат Богу, верят, что они наследуют жизнь вечную, не замечая, что идут совсем не в ту сторону. А теперь будьте особо внимательны, потому что мы сейчас будем извлекать духовные уроки в зависимости от ситуации и поймем, какой Божий совет будет адресован нам в каждом конкретном случае на вопрос, что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Итак, у богатого юноша идолом было его богатство и ему для того, чтобы наследовать жизнь вечную, необходимо было от этого идола избавиться, потому что он не давал ему войти в жизнь вечную, он был якорем для него. У Люцифера идолом его было его я. Скажите, какой был совет от Бога для того, чтобы Люцифер не лишился вечной жизни? Богатому юноше было сказано, оставь идола своего богатства, а Люциферу был ли дан какой-то совет, чтобы он не лишился вечности? Посмотрите внимательно, что говорит Вестнице Божьем. Чтобы убедить Люцифера в его заблуждении, было сделано все, на что только способны бесконечная любовь и мудрость. В то время он еще не отвернулся полностью от Бога, уже не будучи, как прежде, осеняющим Херувивом, он снова был бы восстановлен в своих прежних правах, если бы пожелал возвратиться к Отцу, признав мудрость Создателя и выказав готовность занять место, указанное ему Богом. Итак, его идолом было его Я, он считал, что он достоин большего, нежели у него есть, и теперь как победить этого идола можно было? Только лишь смирением, потому что гордость и смирение это противоположные качества. Разбить гордость можно только смирением. И посмотрите внимательно, как пишет Вестница Божья, настал решительный момент, он должен был либо вполне подчиниться божественной власти, и тогда бы что с идолом произошло? Он бы его уничтожил и остался бы в вечности. Или же тогда что? Пойти за своими идолами и открыто вступить в борьбу против Бога. Некоторое время он колебался готов уже вернуться к своему Творцу но гордость вот он идол что сделала? Возобладала над ним. То есть иными словами идолопоклонство для него стало дороже, сильнее нежели любовь к Богу. Но гордость не позволила ему это сделать. Патриархи и пророки почему был допущен грех? И Люцифер лишился вечности. Вы видите как опасно идолопоклонство? Как оно уводит от Бога и лишает жизни вечной и ангелов и людей? Лекарством от его гордости должно было стать послушание Творцу в том, что он должен был занять то положение что Творец бы теперь ему назначил пониже того что он занимал до этого. Но так надо было чтобы лечить от идолопоклонства по другому ты от него бы не избавился. Но он не захотел этого лечения. Решил остаться с идолом и лишился вечности. А что должно было стать лекарством для ангелов увлеченных Люцифером в борьбу против Бога чтобы они не лишились вечности. Как вы думаете? Вам не трудно теперь уже понять вот она болезнь идолопоклонства а теперь лечение. Лечение оно всегда противоположно этой болезни должно быть. Что должны были ангелы сделать? За кем они пошли? За Люцифером. За кем они пошли? За Люцифером. Что нужно теперь им сделать чтобы оставить этого идолопоклонства? Оставить Люцифера повернуться к нему спиной и пойти до Господа. Лесница Божья. Ангелы которые оставались непоколебимы предвидели ужасные последствия возникших несогласий и горячо советовали возмутившимся ангелам оставить свои намерения преданно служить Богу. Они умоляли ангелов не прислушиваться к лживым доказательствам Люцифера. Вот как победить можно было этого идола. Они уговаривали его немедленно пойти вместе со своим приверженцами к Богу раскаяться перед ним в своих заблуждениях и дерзкой смелости толкнувшая их подвергнуть сомнению божественную мудрость и власть. Многие были склонны внять этим увещеванием будьте внимательны покаяться в своей вине и вновь обрести благоволение отца и сына. Но Люцифер их идол предпринял еще один коварный план. Великий смутьян заявил что ангелы разделяющие его во зрение слишком запятнали себя чтобы вернуться назад и опираясь на свой авторитет в области познания закона Божьего утверждал что Бог никогда не сможет их простить. Что идол сделал? Призвал их обратно к поклонению себе. Я авторитет в вопросах закона Божия. Меня слушали продолжайте слушать. И что возобладало? Идолопоклонство. Возобладало. И они лишились вечной жизни. Это патриархи и пророки глава почему был допущен грех. Итак лекарством от их идола Люцифера для обманутых ангелов должно было стать действие оставить Люцифера перестать слушаться его и прийти с раскаянием к Богу но увы они остались верны своему идолу чтобы он им не врал они просто его слушались потому что они избрали его объектом своего идолопоклонства и потому лишились вечности. Я думаю что вам не трудно теперь понять что надо было бы Еве сказать у запретного дерева как победить идола Ева миленькая моя у тебя есть твое определенное Богом место и если Творец сказал тебе вот это место значит пусть оно так и будет что Адаму нужно было сказать Адам тот кто дал тебе эту спутницу неужели он не может тебе дать другую если это избрало другой путь служения не Богу то есть есть на каждого идола есть противоядие есть но это надо прислушаться к Господу если это не прислушаешься тогда лишишься вечности мы имеем с вами разные ситуации мы имеем разные искушения различные существа ангелы люди но вы в это один у всех этих историй один общий знаменатель какой общий знаменатель если тебя кто-то или что-то для тебя дороже Бога то тогда ты можешь точно быть уверенным что это твой идол который тебе не даст войти в Царство Божие и если ты от него не избавишься ты погибнешь даже при всей своей вере при всей своей чтении писания и так далее если ты не избавишься от этого идола потому что за каждым идолом кто стоит сатана стоит сатана беса его скажите вы не пытались в искренней молитве к Богу выяснить что является для вас идолом мешающим наследовать жизнь вечную то есть в сути своей мы сегодня как этот богатый юноша мы верим в Бога мы служим ему мы стараемся соблюдать его закон но вот какой-то покой не приходит обращаемся к Богу и спрашиваем Господи что нам нужно оставить для того чтобы наследовать жизнь вечную и вот когда Господь начинает нам открывать наше несовершенство то у нас два пути есть либо сказать с этим я не согласен развернуться и пойти жить своей старой жизнью либо же начать бороться со своими идолами и оставлять их я хочу вам сейчас в свете трудов вестницы Божьей немножечко помочь помочь увидеть наличие идолов в среде народа Божьего и вы сильно удивитесь узнав о том что оказывается идолов полно в народе Божьем они вообще кругом нас и внутри нас и если мы от них не избавимся к сожалению тогда можем также лишиться жизни вечной посмотрите внимательно я взял несколько всего лишь выдержек из духа пророчества употребление чая и кофе является грехом вредным пристрастием которое подобно другим порокам портит душу это дорогие для души идолы это идолы возбуждают нервную систему и после того как непосредственное скоротечное действие возбуждающего средства проходит наступает депрессия глубокая настолько насколько перед этим возбуждающие действия повысили жизненный тонус свидетельство для церкви первый том еще выдержка основы здорового питания 24 раздел те кто курят табак пьют чай кофе должны оставить своих идолов и посмотрите какой она делает вывод что эти идолы мешают делу Божьему я почему взял две выдержки хотя они об одних и тех же идолов они должны оставить своих идолов и внести сэкономленные таким образом средства в сокровищницу Господню некоторые люди еще никогда ничего не жертвовали для дела Божьего и безразлично относятся к тому чего от них требует Господь отдельным лицам из наиболее малоимущих предстоит большая борьба чтобы полностью отказаться от возбуждающих средств то есть что делает человек со своими средствами куда он их несет он их несет своему идолу на поклонение вот тебе за чай кофе сигареты алкоголь и так далее а надо бы куда их посвятить Богу для спасения ближних наших вот пожалуйста оказывается идолы они рядышком а теперь посмотрите выдержка которая очень наверное будет интересна для всех нас потому что сегодня вот эта выдержка говорит о том что практически весь народ сегодня Божий по всему лицу земному впал в идолопоклонство о чем сказано в 8 главе из Зекииля и вы увидите что стало идолом сегодня для верующих людей религия Иисуса Христа в опасность она смешивается с мирской суетностью мирские увлечения занимают место истинного благочестия и мудрости нисходящие свыше и Бог уберет свою благословляющую руку с этого собрания будет ли ковчег завета удален от нашего народа и будут ли тайно поставлены идолы а теперь будьте внимательны что было во дне Лены Вайт что она называла идолопоклонством в стане народа Божьего и увидите что сегодня это происходит широкомасштабно будут ли попраны полученные нами от Бога истинная вера и принципы которые сделали нас теми кем мы являемся итак у нас есть принципы которые сделали нас особым народом Божьим кем мы являемся и если мы эти принципы пытаемся что сделать удалить на благо кому-то и зачем-то и чему-то то это идолопоклонство это поставление идолов в святилище Божьем а теперь смотрите дальше что она говорит во сне я присутствовала на нескольких советах и там я неоднократно слышала как влиятельные люди а вы помните я в начале из Иезекииля читал старейшины дома Израилева поклоняются идолам своим как влиятельные люди из народа Божия сводили речь к тому что если бы страж Америки это один из наших издательств изданий выбросил со своих колонок слова адвентист седьмого дня и ничего не говорил бы о субботе то великие мира сего стали бы покровительствовать ему и журнал бы стал популярным и совершил бы большую работу все выглядело очень заманчиво эти люди не понимали почему мы не можем объединиться с людьми нерелигиозными неверующими ради обеспечения большего успеха для стража Америки я увидела что у них загорелись глаза у братьев которые занимают высокое положение загорелись глаза и они тут же начали разрабатывать план как принести стражу популярность и успех истина была не нужна а что было нужно мирская популярность и мирской успех такая политика это лишь первый шаг а за ним последует ряд других шагов принципы которые защищаются в страже Америки это итог и суть отстаивания субботы и когда люди заводят речь об изменении святых принципов то они делают то чего им никто не поручал он Бог продвигает свое дело прежде чем любой из вас приступил к нему и он в силах найти и найдет место для той истины которую вы пытаетесь утаить сегодня в страже Америки публикуется истина для нашего времени смотрите что вы делаете если Господь не созидит дома напрасно трудится строящий его вы заметили что стало идолом для этих людей желание обрести популярность перед миром удалить некоторые такие неудобные я бы сказал для этого мира и для нашего существования в этом мире доктрины для того чтобы быть популярным вы знаете как была удалена доктрина о едином Боге взамен пришла доктрина Троицы для того чтобы быть не сектой а быть удобной для всех религий которые нас окружают но это еще не все вы же прекрасно знаете что еще делается сейчас мы пока немножко скажем о чай и кофе удивляюсь иногда людям которые ревностно чего-то доказывают но не могут вот с этим идолом даже своим разделаться но ревностно доказывают что вот допустим мясо есть нельзя субботу нужно соблюдать вовремя когда она начинается а сами тут же говорят а нет у вас там чайку попить вы понимаете вот идолы которые вот возьмите и боритесь с ними тогда оставьте их прежде всего потом уже о чем-то другом можете говорить и воспитывать кого-то многие верующие употребляя их даже и не понимают что при этом они являются идолопоклонниками вот этот идол может стать у них на пути вечности камнем непреходимым который они не пройдут также возможно вы удивлены но я верю вестнице Божией что идолом для верующих является желание сократить в наших книгах те истины которые сделали нас особым народом которые отличают нас от мира чтобы мы не угождали миру вот вы знаете уже великая надежда книга которой великая борьба что поудаляли все важные истины папство печать начертания главы поменяли название поменяли а вот смотрите это новая книга история спасения она уже точно такая же стала худенькая как и вот и самое интересное да и самое что интересно самое что интересно что очень как-то таинственным образом поисчезали такие моменты где отец возвел сына своего на престол сказал что отныне его присутствие будет присутствием самого Бога понимаете вот эти все моменты как-то таинственным образом стали исчезать потому что они неудобны ведь на них-то можно сослаться и сказать друзья мои а какой троице вы учите сегодня то есть что происходит сегодня что мы видим мы видим да вот то что было в одни Лены Вайет со стражем Америки вот сегодня происходит это со всей церковью изъятие неудобных моментов неудобной истины и попробовать ее приноровить к современным сегодня условиям и так из этих истин из этих книг выбрасывают отличительные вести что делают нас народом этой особой вести и сделано это не с евангельской целью я вам скажу а сделано это для того чтобы угодить кому? миру вот этому миру который стал сегодня для церкви идолом почему мы ему должны угождать? почему? это наш Бог? вот есть Господь так говорит Господь Слово Божье и так это не что иное как идолопоклонство в среде народа Божия который заявляет сегодня о себе что он соблюдает десять заповедей подобно богатому юноше сегодня что говорит церковь? все это мы соблюли от юности моей все чего нам не достает? Господь говорит вот вам что не достает возьмите и издавайте истину как она есть как она должна звучать и не удаляйте из нее важные моменты и в этот момент что происходит? церковь поворачивается не нам это не подходит это же разжигание религиозной вражды вот вам идолопоклонство а вот еще безобидные идолы дома Израилева современного каждое дитя истинное дитя Божье будет просеяно как пшеница и в процессе просеивания нужно пожертвовать всеми любимыми развлечениями которые отвращают человека от Бога во многих семьях каминные полки шкафы стены заполнены картинами безделушками разве это не проявление идолослужения? не лучше ли было потратить деньги для блага людей чтобы помочь страдающим одеть ноги напитать голодных не следовало ли пополнить сокровищницу Господню для продвижения его дела и построения его царства здесь на земле? это дело великой важности оно поручено вам чтобы спасти вас от греха и идолослужения многие обременяют себя излишним беспокойством и заботами посвящая время и мысли бесполезному украшательству своего жилья чтобы освободить их от этой мании нужна сила Божья ибо все подобные занятия являются идолослужением идолослужением испытывающие сердца сердце желает освободить свой народ от всякой формы идолослужения умоляйте Бога показать вам все в вашей жизни что уводит ваши мысли от него и лишает вас привязанности к нему вы можете порвать с любым идолом и соединить себя с престолом Бога золотой цепью благодати и истины это Маранафа глава готовы ли мы к пришествию Христа вы не подумайте что вопрос идолопоклонства в народе Божьем это что-то новое нет народ Божий часто впадал в идолопоклонство и отворачивался от Бога живого я уже вам читал сегодня в начале еще раз напомню вам эти тексты из Иезекииля 8 главы 8 глава говорит обидолопоклонстве в народе Божьем а 9 говорит о том что кто получит печать Бога останется жить а кто остался с идолами они все погибли были уничтожены от святилища моего начинайте истреблять говорит Господь и сказал мне войди и посмотри на отвратительные мерзости какие они делают здесь и вошел я и вижу вот всякие изображения пресмыкающихся нечистых животных и всякие идолы дома Израилева написаны по стенам кругом и семьдесят мужей старейшин дома Израилева стоят перед ними и у каждого в руке свое кадило и густое облако курений возносится кверху Изекииля 8 глава с 9 по 11 стих как вы думаете нравилось ли израильскому народу слышать от уст пророков божьих что они идолопоклонники что идолов надо оставить если бы нравилось бы оставили бы а не кидали бы пророков в вонючие ямы Иеремия был брошен за то что говорил что это все так жить нельзя конечно не нравится не всем сегодня понравится истина о том что для обретения жизни вечной нужно расстаться со своими идолами люди это говорят вы что хотите сказать что я своими делами зарабатываю спасение нет вы не зарабатываете спасение вы просто удаляете те причины которые могут не позволить вам наследовать эту жизнь вечную потому что идол вас уведет в сторону и вы лишитесь уже подаренного вам Богом спасения и так надо раз и навсегда определиться для себя юноша определился что он сказал нет мне это не подходит я пошел вот развернулся и больше Христос его никогда не видел он остался юноша со своим идолом если вы сегодня задаете Богу вопрос что еще мне не достает для того чтобы наследовать жизнь вечную и Господь вам начинает подсказывать и говорить вот это у тебя идол вот это лелеемый идол надо оставить потому что иначе ты можешь погибнуть то пожалуйста ну не разворачивайтесь и не говорите что вам это не подходит не делайте этого потому что это будет свидетельствовать только об одном что идол уже стал намного дороже чем Бог для вас и тогда это все будет чревато тем что мы лишимся спасения которое Господь нам подарил в Иисусе Христе посмотрите еще на одну выдержку и свидетельство для церкви четвертый том честность в сделках идолы должны быть оставлены идолы должны быть оставлены совесть должна быть стать более чуткой сердечные размышления быть духовными а весь характер должен стать полноценным и гармоничным желающие воистину прославлять Бога будут благодарны Ему за разоблачение каждого идола и каждого греха живущего в сердце за то что им предоставилась такая возможность лучше понять себя свои пороки и избавиться от них и тут же она говорит но человек с раздвоенным сердцем который так и не определится служить Господу будет стремиться скорее угождать себе чем жертвовать своими пристрастиями то есть он останется идолопоклонником до конца своих дней пока не погибнет итак что же хотелось сегодня этой темой сказать вам друзья мои понимаете мы не зарабатываем спасение мы не поменяем на свои дела вечную жизнь ни в коем случае если нам что-то говорят оставить или что-то сделать то это только потому что вот это что-то лишит нас того спасения которое дал нам Господь в Иисусе Христе Бог никогда боящихся Его не лишает благ запомните никогда и все что от нас не требуется и все что от нас не просят это для того чтобы нам же это все было ко благу для нашего же спасения в следующей теме мы с вами узнаем для себя лично что же мы все-таки хотим сегодня от Христа от нашего спасителя вот что нам сегодня от Него надо вот я думаю что это тоже актуальный вопрос потому что иногда люди даже не знают а что им вообще нужно просить у Бога чего им надо от Христа Богу за все вечная слава Аминь помолимся Господу Субтитры сделал DimaTorzok